На ковре фуэте сменяют прыжки. Обручи и мячи пролетают под потолком дворца спорта Ерыгина. А из каждого уголка зала виднеются блестящие купальники. Это уже традиционный для Красноярска весенний кубок по художественной гимнастике. Круто на таких соревнованиях выступать. Атмосфера какая-то прикольная. Очень красиво все. Очень много судей и чуть-чуть страшно. Юные гимнастки сегодня зрители. Пока только мечтают о большом помосте. Но есть и те, кого он уже не пугает. Я приезжаю на весенний кубок уже в четвертый раз. И это действительно мои любимые соревнования, потому что в Красноярске невероятная поддержка, атмосфера. Вы можете увидеть, как классно оформили зал. Это очень здорово. Мне очень нравится выходить и выступать на большой площадке, когда тебя все поддерживают. В этом году весенний кубок проходит 11 раз. Из года в год соревнования поддерживает золотодобывающая компания «Полюс». В этом году партнер подготовил подарок для самой запоминающейся спортсменки. Золотую подвеску с гимнасткой. Конечно, с лентой в руках. Организаторы отмечают. Высокий уровень соревнований в Красноярске позволяет гимнасткам выполнить норматив на звание мастера спорта. Но весенний кубок – это не только соревнования. Важно, что здесь девочки могут встретиться с титулованными спортсменками и задать им интересующие вопросы. Мы сделали такие соревнования, на которых могут выступать и известные спортсменки, и гораздо менее титулованные девочки. И шанс у подавляющего большинства встретиться с ними на одном ковре очень невелик. Но благодаря весеннему кубку они выступают вместе. Впереди еще три дня соревнований. Завтра в Красноярске можно будет встретиться с членами сборной команды России. А уже 16 мая весенний кубок завершится галоконцертом. Софья Толстопятова, Дмитрий Кочетков. Новости Прима.